здрасте зрители, это Мэтт Каррикер, я давно уже молчал обо всех этих проблемах в последнее время, вы мне задавали вопросы, я уклонялся, но не хотел открываться полностью, чтоб вы меня возненавидели, но это же неправильно, мне нужно высказаться и вам нужно знать о моих чувствах, узнать меня настоящего.. и многие из вас конечно уйдут, многие подписчики услышав это от меня не захотят оставаться.. я потеряю друзей, потеряю деньги.. на экране Мэтт не настоящий, и сейчас вы узнаете настоящего.. пора пора рассказать вам.. что я чувствую, нельзя уже молчать, хорош уже скрывать это все вот и все.. мне пофиг, просто пофиг уже, все, высказался.. таков настоящий Мэтт Каррикер.. хорошо то как.. разрушительное ранчо.. перевод и озвучка с.. привет.. с разрушительного ранчо.. у меня тут сегодня для вас чето прям мега крутое.. ээто.. новехонькая.. пятидесятка для ближнего боя.. ну может не совсем, ноо выглядит именно так, да? ну щас, типа режим ближнего боя, легким движением руки, переходим в снайперский режим.. просто.. вот так.. и да, это прекрасно, но эту венгерскую пушку в сша найти не особо просто, даже если у тебя есть 15 тысяч долларов рекомендованной цены или 17 тысяч, за которые ее реально можно купить.. баррет же при всей ее сермяжности реально взять за десятку.. и конечно в транспортировочном положении со сложным стволом эту метровую 12 килограммовую винтовку носить удобнее, чем полутора метровую баррет.. но есть винтовка в калибре 50 бмг весом 6 килограмм и длиной меньше метра, стоящая всего две тысячи долларов.. это сербу рн 50 коротышка.. один нюанс, если зарядить в нее неправильный патрон, она может превратиться в бомбу.. что кстати было бы отличным скиллом персонажа, сражающегося с зомбаками в игре state of survival.. и не с простыми зомбаками осмеющимися.. но обо всем по порядку, state of survival это бесплатная мобильная стратегия о выживании в постапокалиптическом мире среди ордзомби.. однажды ты встречаешь хихикающих зомби возле своего поселения, а также нездорового веселого человека в фиолетовом костюме.. да да, в state of survival у вас появится новый союзник джокер.. это уникальный герой со своим оружием и скилами и даже собственной сюжетной линией, которую тебе предстоит открыть и пройти, обнаружив секрет хихикающих зомби.. все функции, связанные с джокером, станут доступны игрокам, достигшим шестого уровня.. впрочем не сюжетка единой, в state of survival есть и другие режимы игры.. например, ты можешь схлестнуться со своими друзьями в пвп.. иных увлечет ведение хозяйства и обустройство поселения в этом суровом мире.. неважно какой путь ты выберешь, как будешь развивать своих героев и каких выберешь союзников.. главное помни, жажда выжить у тебя в крови.. так что качай в state of survival по ссылке в описании или по куар-коду на экране и получай возможность сыграть за джокера.. и продолжим.. ээто джем 6 линкс, рысь.. очень необычная пятидесятка, и реально будто для ближнего боя она, потому что в буллпапе.. как видите, магазин тут сзади, вот за рукоятью, спуском и всем прочим.. стреляет она 50м бмг, то есть прям как и барретт.. здоровенный патрон и крайне прям очень уникальная пушка.. я вообще-то только-только ее взял, купил.. ничего толком о ней не знаю.. кроме того что ствол после каждого выстрела откатывается назад.. ну и конечно его зафиксировать так можно.. это для хранения.. но каждый раз как стреляешь, он так.. будто гаубица или там танк.. очень интересно это.. короче испытаем сейчас эту пушечку.. покажу вам всю ее.. но сперва мы для ролика эксперимент задумали.. иии будем повышать до 50ки, а то она прям слишком перебор.. но к рыське еще вернемся, обещаю.. заметили, наверное, я внезапно стал капец тактикульным.. это я, мэтт, не бойтесь, не опер какой-то.. это у нас гейтерсы.. в общем такие дорогущие и качественные очки для стрельбы.. а это очки из волмарта, ну и стоят как вы понимаете баксов 10.. эти три сотни где-то.. их военные используют, морские котики их обожают.. и вот я решил проверить, насколько лучше защищает вещица за три сотни, чем вот за десятку.. цена так-то в 30 раз отличается.. в общем расстреляем и те и другие.. иии с 50.. ну пока нет, по налу начнем.. по палу.. по ралу.. по салу начнем.. для начала.. пойдут технологии.. рельса, которая после обзорчика моего мне каждый задркажись написал, что это не рельсовая пушка.. а гаусса, катушечная.. вон там катушки.. мой косяк, а вы капец, зашучу, люблю вас.. так, рельса, гаусска, ща пальнем по очкам.. очередью постараюсь накрыть.. снарядами тут металлические диски, не как пуля быстрые.. но могут и покоцать.. еще прицел не работает.. ухты.. лады.. стрёмно стрёмно получилось, нооб очка сняли.. уже вижу проблемку.. да, хорошо.. я ж видел как в эти четко прилетела.. вроде.. повреждений не видать.. тутто точно было попадание.. вот линза.. выглядит нормально.. походу можно и назад ее воткнуть.. а, ну че токио покосало тут.. все.. жить еще будет.. обратно вывалилось, все нормально с очочками за 300 баксов, что развалились с первого же выстрела самой слабой пушки.. нормально все.. та же пушка, только помедленней, постараюсь прицелиться.. так.. ну все, терь я точно попал.. тут все так же, линза снова выпала.. ну а тут.. попадание вот сюда, линза чуть выпирает, видите.. но еще держится, глазики защищает.. и за 10 долларов.. давайте повысим до чего-то поболее.. далее перейдем к такому американскому 22 лонг райфл.. и че сделаем, 22й то наверняка просто линзы пробьет, поэтому тестить будем защиту от рикошетов, точнее от осколков пули.. значит 22я так подлетит к пластине, вмажет.. и когда в такую пластинку попадаешь, пуля так.. и разлетается во все стороны, значит и очочки забрызгает.. вы ж очки покупаете не для защиты глаз от пулевых ранений.. вы их купаете.. покупаете, чтоб осколки, ошметки всякие которые в вас отлетают, в глаза вам не попали.. вот это и проверяем.. выстрелим ровно сюда, худший случай, это вы прям рядом с мишенью.. и в ваши лупошары летят осколки.. защитят ли очки шары.. я думаю пробить очки тут не получится.. видел, они чуть двигались, значит попадания какие-то имеем.. дорогие, дешевые.. видите, царапинки такие небольшие, крохотные, коцочки.. но проникновений нет.. значит пули попадали, расплескивались в стороны, осколки били по линзам.. но глазики оставались в безопасности.. в общем ставим их на те же места, чтобы осколки снова вот так эти линзы накрывали.. и посмотрим че будет если патрон чуть мощней взять.. ээта пушка у меня уже долгие годы, взял ее кажись в колледже еще.. рюгер олвезер, калибр 17хмар.. кто не в курсе.. 17хмар это как 22й магнум, только пулька 17го калибра.. значит летит очень быстро, заряженная прям.. ну и.. расплескиваться должна знатная.. прикольная мишенька оказывается, ее кентукки баллистик мне оставил.. это по идее пластинка утяжеляющего жилета.. то есть не бронесталька, поэтому даже вот семнашка оставляет кратерки.. сталь обычная.. не твердая значит, стандартной плотности.. не закаленная, как бронестальки, по которым я обычно стреляю.. но пули били, осколки мочили.. на этих очках повреждений чуток больше чем.. ваще не чуток намного, тут прям мощные попадания есть.. но в глазище пока ничего не прилетело.. так что все хорошечно.. осколки пока ловят чемпионски.. давайте повысим тогда до чего-то еще помощнее.. да, братка? далее у меня кп9, калашников под 9мм.. иии вот такую штуку накинул щас, дельта тег сфх кп9.. прям под эту модельку очевидно делается.. ну и это по сути пламя-гаситель.. очень хорошо он работает.. ну а че постреляем, и давайте-ка сперва по мишенькам.. теперь давайте по незакаленной этой стальке.. зайду ка я за пулеуловитель.. иии посмотрим че очкам будет.. ух ты че переборчик.. кажись угол не тот, ща вот так нормально будет.. лады.. оба очка не слабо так получили девятками.. так, линза снова убежала.. ваще изменения особо и не видать.. а тут в целом тоже ничего не поменялось.. внутри у обоих все гладенькое.. никаких пробитий, ну вот линза разве что выпадает.. ввочем.. не знаю ребят, не хотелось конечно, но видать придется брать калибр еще больше.. сорян.. дезерт игл, 50ая е.. прямо по пластинке, ну и очкам тоже достанется.. шлакоблок у нее со стола скинули.. вот, первые очки.. глазки без линза не врятли защитить могут.. щас вторые очки отыщу, да и линзы неплохо бы.. опа.. прозрачная вот одна.. хорошо что нашлась.. для дорогих вот линзочка.. а право то где.. щас вернемся.. ну все отыскали.. вот первые.. но вы гляньте на сколько эти отлетели.. пройдемся чуток, пошли.. вы как вообще.. день хорошо проходит? еще чуть прогуляемся, да, линза настолько далеко улетела.. вот она.. и тут кстати провал полный.. ну канеш.. мож по ней половина пулищи прилетела.. так что удивляться врятли стоит.. я не злюсь.. разочарован просто.. дешевые же.. снова целы.. готовы дальше фигачить.. дорогиеем.. в эту линзу ничего не прилетело.. но она же привыкла уже выпрыгивать.. видать без всяких попаданий она просто снова вывалилась.. а эта сторона.. приняла на себя здоровенный ошметок пули.. и понизу тоже.. да, тут тоже вроде прошло немного.. короче осколки тут прошли насквозь.. еще оправа тут погнулась немного.. и тут тоже.. вот так бабахи, очки то на одинаковом расстоянии стояли от пластины.. я короче просто скажу.. видимо волмар делает очки лучше чем гейтерс.. в гонца не стрелять, факты тут налицо.. далее.. наши красавцы добровольцы, гарри и скинни.. они в этих очках будут тут сидеть.. а мы им прямо в лица пальнем мелкой дробью.. теоретическое обоснование, может быть очки смогут защитить их глаза от дробей.. лица то ладно, главное глаза чтоб целы были.. приступим.. даю прям по морде что слева стоит.. хотя мы примерно ну мож в метрах в 20.. так что мож обоих сразу снимем.. ухты или выше чем надо пальнем.. так, прям между ними взял и жахнул.. таксуча посмотрим че там.. для начала давайте очки посмотрим.. линзы наши все куда-то улетели.. скинни остался без глаза.. а этого прям защитило.. смотрите, у него морда вся в дырах, вон на губах дробинка вот сидит.. короче, дырки снизу, сверху тоже явно потрепало.. но глазки красивы как всегда.. даа, этого жестко потрепало.. и на нем гейтерсы были.. на этом дешевые очки за 10 баксов, а на этом очки за 300 баксов.. знаете, давайте вы сами выводы делайте.. я линзочки поищу, пока вообще не понять куда делись.. нашел вот половинку гейтерской.. и такой, куда вторая то делась.. вот она.. ой, этж сам глазик.. вочем куски линзы внутри.. мозгов немножко видать.. ну и линза если из башки вываливается, это плохой признак.. я доктор, я знаю, что вот это не дело.. вот чего я значит нашел.. в общем, как видите, эта линза совсем в хламину.. со второй тоже все плохо.. расфигачено, множественные проникновения на ней.. ну очень плохо.. а вот дешевые.. да, есть вмятины.. вот видите.. но проникновений нет.. в эту вот 4, даже 5 дробин кажись прилетело.. и пробитий нет.. в эту еще больше вошло.. но тоже без дыра она.. вот сюда дробь била и вся отлетела.. да они конечно вывалились.. и заправы явно выскочили.. блин, если сядут обратно.. ну не хочу сказать, что они лучше, но.. явно не хуже.. все в порядке.. ну как, в целом-то очки в рабочем состоянии.. можно продолжить с ними стрелять.. а тут нет смысла даже продолжать.. дробь их просто вынесла.. им конец.. а эти.. да, пора пятидесятку брать.. ставлю они ее выдержат после всего, что мы видели, да без вопросов.. ээто гм6 линкс.. еще пока не стрелял.. и она вон че могет.. фокус типа такой.. в таком состоянии с нее можно стрелять.. ну, мы наверное этими займемся.. я кучу роликов как с нее стреляют видел.. очень в общем-то интересен принцип работы, ствол этот назад отпрыгивает.. тут вот защитная крышечка.. когда стреляешь, она открытая остается.. и это капец.. потому что тут внутри видно сами гильзы.. ну, следующий патрон, который в патронник пойдет.. еще тут колесико, тоже офигеть.. рукоятка зарядки на пружинке откидывается.. чтобы зарядить.. ёолы.. весь ствол значит уходит назад.. силы тратишь немало, ведь не только пружину затвора, но и пружину ствола натягиваешь.. короче ствол идет назад, потом улетает вперед, что странно.. ну и как отпускаешь, затвор запихивает патрон в патронник.. предохранитель очень странный, тут кнопища такая.. но нажимать легко, готов стрелять.. так ручкой раз, и предохранитель снят, пушка готова стрелять.. спереди складная рукоятка, складные сошки вон еще.. в общем больше ничего не знаю, ну, да, не густо.. но я знаю, что пушка крутая, и надо бы попробовать.. поэтому и купил эту рыську, только для вас, ребята.. так, щас зашлю патрончик, впервые буду стрелять с линкса.. о, блин.. погнальчик.. ёолы.. пинается капец как сильнее барретт.. и не понять кстати почему.. ствол идет назад, я думал соответственно оттяжечка будет, а нет.. фаербол огромный, я в оптике чистый огонь в общем-то и увидел.. жесть.. так, давайте еще разок.. прямо в ключицу.. ощущение когда стреляешь, будто билл голберг, шапалаха дает.. так и еще.. в чем-то неплохое ощущение, ну, кто от леща голберга может отказаться.. давайте еще выстрел.. боже мой.. джем 6 рысь, сумасшедшее животное.. еще раз, еще.. нормально, давайте повторим.. когда с барретт стреляешь, фаербола не видать, а тут просто.. в прицеле чисто огонь видно.. и эт мне по душе.. но вы ж пришли не чтобы я с него потихонечку со стола стрелял.. давайте стоя побахаем.. пусто.. надо перезарядить.. тактикульный релоуд.. снова в бою.. попал.. пушка просто ёмоё.. я аж забыл о чем ролик снимали, терь хочется с неё по всему подряд стрелять.. у нас.. там дружок лежит, гарри.. с волмартовскими очками на нем, пялится прямо шлакоблок.. я подумал, можешь пальнуть вот шлакоблок, чтоб он взорвался прямо в лицо гарри.. с 50ки бмг.. стреляю.. посмотрим в порядке ли там гарри.. не знаю куда делись очки, но башка вот тут стояла.. пуля так вот пролетела, чуть краешек закоцала, и откинула гарри назад.. так, хотел бы этот дальше пальнуть.. не думал что очки прям очень далеко улетят.. скоро вернемся.. нашли.. они еще в порядке? держи брачке.. так, он смотрит прямо в шлакоблок.. пальну терь вот сюда.. посмотрим че будет с его глазами.. гарри.. на этот раз наверно я б на твоем месте зажмурился.. стреляю.. походу ничего хорошего.. посмотрим че там с волмартовскими очками.. глазки его совсем не в порядке.. ну, один уцелел.. а со вторым.. наверно к окулисту придется сходить.. нашел одну линзу.. и она в порядке.. пыльная.. но целая, поэтому и глаз могла защитить.. нашел правда только эту сторону.. и не знаю куда эта сторона очков и лица его делась.. так что в общем.. научный сегодняшний опыт позволил выяснить.. что дорогие очки, можно в принципе их и не надевать.. а вот волмартовские очки держат все, вплоть до 50ки вмг.. ёлы.. ну напишите, как вам рыська.. думаю с ней нам будет весело.. спасибо вам, ребят, за просмотр, я бы обычную концовку сделал с криками, но че то голос потерял, так что сделаем щеголевато.. ценю вас всех, спасибо вам ребят, что заходите.. и ваши прекрасные лица, я буду рад увидеть в следующий раз, если вдруг найдете время заглянуть.. тогда и поговорим.. ии пасиб за просмотр.. пока. все просто, одно правило у нас на ранчо.. ни слова жене